Представьте себе, глубоко в джунглях исследователи обнаруживают тысячи древних построек. В пустыне находят свинцовые саркофаги, а под землей раскрываются целые города, о существовании которых человечество даже не подозревало. Большинство из нас привыкло думать, что все великие археологические открытия уже давно сделаны. Пирамиды Гизы, гробница Тутанхамона, Мачу-Пикчу. Кажется, что эпоха легендарных находок давно закончилась. Но что, если я скажу вам, что археологическая наука только разогревается? Сегодня мы расскажем о четырех потрясающих открытиях последних лет, которые не просто удивляют своим масштабом, они в корне меняют наши представления о древнем мире и заставляют переписывать учебники истории. И поверьте, об этих находках вы точно не слышали на школьных уроках. Готовы ли вы узнать, что скрывалось от наших глаз тысячелетиями. Тогда погружаемся в мир новейших археологических открытий. Затерянный город Валериана В 2024 году ученые совершили поразительное открытие в джунглях Мексики, которое буквально перевернуло представление о масштабах цивилизации майя. Используя технологию Лидар, лазерное сканирование, способное видеть сквозь густую листву. Исследователи обнаружили огромный древний город, скрытый в непроходимых тропических лесах штата Кампечча. То, что с земли казалось просто зеленым ковром джунглей, с высоты птичьего полета благодаря лазерному сканированию предстало грандиозным городским комплексом. Более 6,5 тысяч отдельных структур, пирамиды, жилые дома, храмы, обширная сеть ирригационных каналов – все это пряталось под кронами деревьев на протяжении столетий. Ученые назвали город Валериана в честь расположенного неподалеку озера. По размерам и сложности этот город не уступает крупнейшим известным центрам цивилизации майя. Исследователи оценивают, что в период своего расцвета, примерно с 750 по 850 год нашей эры, здесь могло проживать от 30 до 50 тысяч человек. Археологи уже давно подозревали, что в этом регионе Мексики скрыто гораздо больше майянских поселений, чем было известно. С 1970-х годов исследователи знали, что район вокруг города Шпухиль был густо населен во времена классического периода цивилизации майя. Но из-за плотности лесов археологические исследования в этой области были затруднены. Интересно также, что ученые использовали не специально собранные данные Лидар, а уже существующие материалы от проекта мониторинга лесов 2013 года, проведенного мексиканским отделением организации The Nature Conservancy. Это показывает, как иногда ценные археологические открытия могут быть сделаны благодаря анализу уже доступных данных, собранных для совершенно других целей. Что удивительно, территория Валерианы находится всего в 15 минутах ходьбы от современного шоссе. Тысячи туристов и местных жителей проезжали рядом с этим археологическим сокровищем, даже не подозревая о его существовании. И самый интригующий вопрос – почему об этом грандиозном открытии почти никто не знает? Почему информация о городе, чье существование меняет наше понимание масштабов цивилизации майя, не стало сенсацией мирового уровня? Это загадка современной информационной эпохи, когда действительно важные открытия порой теряются в потоке повседневных новостей. Некрополь в Газе В 2022 году в Палестине на территории Газы произошло открытие, которое могло бы стать археологической сенсацией, если бы не трагические обстоятельства. Рабочие, проводившие строительные работы в городе Джабалия, совершенно случайно наткнулись на огромное римское кладбище, которое археологи позже назвали некрополем Арт-аль-Махарбиин. Масштабы находки поражают воображение – более 125 гробниц на территории около 4000 квадратных метров. Большинство захоронений относятся к периоду с I века до н.э. по II век н.э., временам, когда эта территория находилась под властью Римской империи. Среди погребений археологи обнаружили настоящую редкость – два свинцовых саркофага – первые находки такого рода в истории раскопок в Газе. Кстати, один из обнаруженных свинцовых саркофагов был перемещен в музей Касар-аль-Баша в Газе для публичного показа. Особенно интересны ритуальные детали захоронений. В некоторых могилах у скелетов были найдены монеты во рту. Это древнегреческий и римский обычай, своеобразная плата Харону – мифическому перевозчику душ через реку Стикс в потусторонний мир. Помимо монет, могилы содержали глиняные сосуды, флаконы для благовоний и другие погребальные дары, свидетельствующие о богатстве культурных традиций того времени. Исследование некрополя началось в июле 2023 года и объединило усилия 30 выпускников палестинских университетов под руководством французских археологов. Однако трагедия не заставила себя ждать. В октябре 2023 года с началом военных действий в регионе бесценный памятник истории оказался в зоне конфликта. К ноябрю того же года поступили сообщения о том, что некрополь был почти полностью уничтожен. ЮНЕСКО, проводя дистанционный мониторинг культурного наследия в ГАЗе, в январе 2024 года подтвердило серьезные повреждения этого исторического объекта. Это уникальный и горький случай, когда человечество обретает и теряет свидетельство своего прошлого практически одновременно. На наших глазах погибает история, которая могла бы многое рассказать о жизни древних цивилизаций на территории современной Палестины. Захоронение Амарози В Италии, в живописном регионе Кампания, в 2024 году археологи сделали открытие, которое проливает новый свет на доримскую историю Апенинского полуострова. Во время строительства высокоскоростной железной дороги, неподалеку от небольшого городка Амарози, был обнаружен обширный некрополь, возраст которого оценивается примерно в 2800 лет. Масштаб открытия впечатляет. На территории площадью 13 тысяч квадратных метров исследователи обнаружили 88 могильных ям и два огромных кургана. Археологические раскопки позволили установить, что некрополь относится к периоду от позднего Железного века до ориентализирующего периода VII-VIII веков до н.э. То есть ко временам, когда эта территория была заселена сомнитами и этрусками, италийскими народами, предшествовавшими римской цивилизации. Для справки, этруски, создавшие некрополь в Амарози, имели особые представления о загробной жизни. Для них могилы были священным пространством, призванным защищать и обеспечивать непрерывность жизни. Они рассматривали загробный мир как продолжение повседневного существования, что отражено в вазах и других погребальных предметах, найденных при раскопках. Находки в могилах рассказывают многое о социальной структуре древнего общества. В мужских захоронениях были обнаружены оружие, кинжалы, мечи, наконечники копий, что указывает на военную роль и высокий статус погребенных. Женские могилы содержали изысканные бронзовые украшения, браслеты и фибулы, свидетельствующие о важной роли женщин в домашних или церемониальных делах. В могилах обоих полов были найдены разнообразные керамические сосуды, которые устанавливались в основном у ног умерших и имели ритуальное значение, символизировали запасы для загробной жизни. Особый интерес представляют два монументальных кургана, окруженных круговыми оградами диаметром около 15 метров. Эти внушительные сооружения предназначались для захоронения представителей элиты, племенных вождей или других высокопоставленных членов общества. Масштаб курганов отражает высокий социальный статус погребенных, поскольку для их строительства требовались значительные ресурсы и труд многих людей. Любопытно, что хотя погребальные курганы в Аморозии были заметны и признаны местными жителями как древние объекты на протяжении веков. Однако многочисленные могилы вокруг них оставались неизвестными до недавних раскопок. Это иллюстрирует, как даже на хорошо изученных территориях Европы могут скрываться археологические сокровища буквально у нас под ногами. Работы на раскопках ведутся под надзором управления археологии, изящных искусств и ландшафта Козерты и Беневента, а на месте организована лаборатория для анализа найденных артефактов и останков. Мэра Морози, корминник Акилла, назвал это открытие имеющим решающее значение для истории нашей культуры. И снова возникает тот же вопрос, почему это важнейшее археологическое открытие, помогающее понять доримскую историю Италии, не стало мировой сенсацией, что мешает таким находкам получить достойное освещение в СМИ и широкую известность. Культура Косарабе В 2022 году в Боливии, в глубине амазонских джунглей, археологи обнаружили следы цивилизации, которая полностью меняет наше представление о доколумбовой истории Южной Америки. С помощью технологии Лидар, исследователи открыли огромную сеть городов, относящихся к культуре Косараби, которая процветала в регионе Льянос-де-Мохос более тысячи лет назад. Это открытие потрясло научный мир. На протяжении десятилетий господствовала теория, выдвинутая археологом Бетти Меггерс, утверждавшая, что бассейн Амазонки с его бедными почвами и сложным климатом не мог поддерживать существование крупных и сложных обществ. Считалось, что жители этих мест были либо охотниками-собирателями, либо примитивными земледельцами, использовавшими подсечно-огневое земледелие. Однако обнаруженные городские центры культуры Косарабе полностью опровергают эту теорию. Лазерное сканирование выявило высокоинтегрированную, непрерывную и плотную систему поселений, покрывающую более 4000 квадратных километров. Здесь обнаружены монументальные насыпи, площади, дороги, пирамиды, каналы и множество других сооружений, свидетельствующих о высоком уровне организации общества. Древние жители Ильянос-де-Мохос создали настоящее инженерное чудо. Они построили систему каналов и дамб для контроля сезонных наводнений, возвели длинные дороги насыпи, соединяющие поселения, и создали поднятые поля для земледелия, что позволяло эффективно выращивать маис и маниок даже в условиях сезонных затоплений. Еще бы хотелось добавить, что жители Ильянос-де-Мохос не просто строили города, но и активно изменяли ландшафт для своих нужд. Они создавали искусственно поднятые лесные острова, которые возвышались над окружающими болотами. Многие из этих островов были созданы намеренно, являясь продуктами заброшенных монументальных насыпей и поселений. Особый интерес представляют также рыболовные сооружения, зигзагообразные дамбы, которые, как полагают исследователи, служили рыбными запрудами. Это указывает на то, что рыба, вероятно, была основным источником белка для доисторических жителей региона. Культура Косарабе процветала между 500 и 1400 годами нашей эры, то есть более чем за тысячу лет до появления империи инков. Ученые характеризуют их образ жизни как урбанизм низкой плотности, тип городского устройства, при котором поселения объединены в систему, но не имеют плотной застройки. Что особенно важно, это открытие разрушает евроцентристский миф о том, что до прихода европейцев Амазония была безлюдной дикой местностью. Теперь мы знаем, что здесь существовали сложные общества, которые умели адаптироваться к условиям тропического леса и создавать высокоразвитые культуры. Технология Лидар снова сыграла ключевую роль в этом открытии. То, что с земли выглядит как обычный лес, с высоты и при помощи лазерного сканирования оказывается городом с продуманной планировкой и сложной инфраструктурой. Новые методы археологии рушат евроцентристские взгляды. Археология – это не только пирамиды Египта и римские руины. Каждый год ученые делают сотни открытий по всему миру, но лишь малая их часть попадает в заголовки новостей и становится достоянием широкой общественности. Современные археологические открытия часто противоречат евроцентристскому взгляду на историю. Они показывают, что высокоразвитые цивилизации существовали по всему миру, от джунглей Амазонии до тропических лесов Камбоджи, где также с помощью Лидар были обнаружены обширные древние города Анкорской империи. Мы рассмотрели четыре удивительных недавних открытия, которые показывают, насколько неполны наши знания о древних цивилизациях. Город Валериана в Мексике с его тысячами построек, скрытых в джунглях, римский некрополь в Газе с его свинцовыми саркофагами, да римские захоронения о морозе в Италии, проливающие свет на культуру Железного века. И, наконец, культура Косараби в Боливии, опровергающая устоявшиеся представления о доколумбовой Амазонии. Эти открытия не просто добавляют новые страницы в учебники истории. Они заставляют нас пересмотреть фундаментальные представления о древних обществах, их масштабах, технологических возможностях и связях между различными регионами мира. В то время как некоторые страны теряют свои исторические памятники из-за войн, природных катаклизмов или безответственной хозяйственной деятельности, в других регионах археологи раскрывают все новые и новые страницы истории человечества. И нет никаких сомнений, что самые большие и удивительные открытия еще впереди. Современные технологии, особенно метод лазерного сканирования Лидар, открывают перед нами такие возможности для исследования археологических памятников, о которых предыдущие поколения ученых могли только мечтать. Там, где раньше требовались десятилетия кропотливых раскопок, сегодня достаточно нескольких часов сканирования с воздуха, чтобы обнаружить древний город под пологом джунглей или в песках пустыни. Помимо Лидар, археологи сегодня используют целый арсенал новейших технологий. Магнитометрия позволяет обнаруживать структуры под землей без проведения раскопок. Анализ ДНК древних останков помогает узнать о генетическом родстве давно исчезнувших народов. А изотопный анализ костей раскрывает информацию о диете и миграциях людей, живших тысячи лет назад. История человечества оказывается гораздо более богатой, сложной и интересной, чем мы могли себе представить. И каждая новая находка это не конечная точка в исследовании, а лишь начало новой главы в бесконечной книге познания нашего прошлого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнавать о самых интересных археологических открытиях первыми. Возможно, следующее великое открытие произойдет уже завтра, и вы узнаете о нем раньше всех. Субтитры создавал DimaTorzok